Всем привет! Это Фак, и я профессор Пуданс. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырёх играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее и внимайте! Смотрите сегодня! Сердце вечности! Задуманное несколько лет назад как грандиозный РПГ, эта разработка к релизу скукожилась до уровня третьесортной восточноевропейской ролевой игры. Тарас Бульба. Закончив работу над этим проектом, разработчик должен был бы воскликнуть. Я тебя породил, я в тебя и буду играть! Готика 3. Отвергнутые боги. Долгожданное дополнение к легендарной Готике. Над этой игрой работали неизвестные до силий индусы из Трайнгейм Компани. Зена Клэш. Недорогой, независимый и очень смелый проект. Его можно охарактеризовать как юмористический панк-шутер с серьёзной ставкой на контактный бой. Долгожданное продолжение легендарной Готики наконец-то вышло в свет. Аддон, а по сути самостоятельная игра, известна под названием «Отвергнутые боги». Руководствуясь принципом аутсорсинга, Джо Вуд поручили разработку игры индийской студии Трайнгейм Компани. И ребята постарались на славу, внеся в игру много нововведений и свежих идей. Мы, конечно, не можем знать, чем руководствовались в Джо Вуд Продакшн, когда брались за Готика 3, отвергнутые боги. Но со стороны это выглядело как попытка показать, кто в доме хозяин. Вот малопирание байт, смотрите, мы можем выпустить аддон к вашей игре и без вашего участия. Список изменений, анонсированных в дополнении, был весьма впечатляющим. 20 часов геймплея, улучшенный интерфейс и боевая система. И, естественно, есть новый сюжет, который выглядит как несмешная шутка. Наш бессменный герой снова просыпается неизвестно где, страдая очередным приступом ретроградной амнезии. Придя в себя, он снова отправляется спасать мир. Именно ему предстоит объединить раздираемую гражданской войной Миртану. Но для начала придется в который уже раз собирать рекомендации и доказывать свою профпригодность, выполняя поручения фермеров. И это при том, что мы не раз и не два с триумфом проходили по стране. И нашего героя здесь должна знать каждая корова. Системные требования игры таковым. Процессор на частоте 3 ГГц, 512 МБ оперативной и 128 МБ видеопамяти, а также 5 ГБ на винчисте. Сюжет линейный практически игнорирует одно из ключевых нововведений Готика 3, системы репутации. Здесь есть несколько противоборствующих фракций, но поддержать одну из них и повлиять таким образом на сценарии нельзя. Поэтому мы просто выполняем квесты совсем как в первой части. Наша оценка геймплея 4 балла. Графическая игра также почти не изменилась. Мало того, дает о себе знать неопытность новых разработчиков. Игра кишмя, кишит багами и даже патчи, выпущенные сразу после релиза, не слишком-то выправляют ситуацию. Впрочем, если вам пришелся по душе мир Готики, отвергнутые боги не испугают вас графикой образца 2006 года. Наша оценка графического оформления 4 балла. Что касается озвучки, то локализация получилась вполне достойная и оперативная. Музыка классическая для средневековых РПВ. Наша оценка звукового сопровождения 4 балла. Эти двое начинают яростно спорить о судьбе Земли, за которую они оба столько боролись. Сардас соглашается с позицией Ли. Рано или поздно люди устанут от войны и воцарится мир. Герой гневно возражает. Отвергнутые боги оставляют двоякое ощущение после игры. С одной стороны, перед нами проект, который фанаты сериала ждали более двух лет. С другой же, количество оставленных багов и смены разработчика не лучшим образом влияют на итоговую оценку. Наша общая оценка Готики 3 «Отвергнутые боги» 4 балла. Как не печально это признавать, но «Отвергнутые боги» скорее всего последний вздох сериала «Готик», такой, какой мы ее знаем. Разработчики оригинала окончательно разругались с издателем и всецело посвятили себя работе над своей «Райзен». Что у них получится, остается только гадать. А теперь переходим к нашим ответам на ваши вопросы по игре «Готик 3. Отвергнутые боги». Первый вопрос. Как бы беспалево убить коров, про которых говорит Юрген? Отвечаем. Чтобы решить проблему с коровами, нужно убить 10 коров пастуха Таберта. Ищите их в рабском квартале возле. Большинство из них убегут, но вскоре вернутся. Чтобы вас не засекли, начинайте убивать с дальних коров. Следующий вопрос. Как помочь ойику с птицами? Отвечаем. Сумасшедший птичий любитель разбрасывает хлебные крошки, чтобы заманить птиц в Сильден. След начинается от арены и заканчивается у бывшего лагеря лесорубов недалеко от пещеры в Гельдерн. Там вы встретите чудакам. Дайте ему 500 золотых монет или убейте, и мир высцарится в стане птиц. Следующий вопрос. Как украсть амулет у Дилана? Отвечаем. Дилана можно найти в центре Гельдерна перед своей хижиной. От него вы получите встречный квест. Сделай так, чтобы Мэрил больше не поцелал к нему грабителей. Как расправиться с Мэрилом, решайте сами. Вслед за выходом на большие экраны фильма Тарас Бульба, на прилавках магазинов появилось сразу две компьютерные игры, посвященные этому литературному персонажу. Причем за основу одной взят именно фильм, а вот вторая, как уверяют разработчики, создана по мотивам повести Николая Васильевича Гоголя. Мы сегодня все же поговорим о той, что посвящена одноименному фильму. Тарас Бульба – это экшен от третьего лица, созданный российскими разработчиками. Сюжет игры в точности повторяет события одноименного фильма и повести, но развязку разработчики хранят в тайне, так что пройти экшен до конца будет интересно всем. Межмиссионные ролики здесь заменены эпизодами из киноленты, так что если вы так и не дошли до кинотеатра, у вас есть шанс увидеть самые значимые кадры фильма. В игре вас ждут несколько десятков заданий, в ходе выполнения которых вы познакомитесь со всеми основными персонажами повести. Действие игры будет происходить на семи масштабных локациях, которые перенесут вас в эпоху расцвета запорожского казачества. Аутентичность здесь соблюдена во всем. Даже знакомые нам по ролевым играм склянки с эликсирами здоровья и маны в новой игре заменены на богатырские каши, лук, салы и ягоды. Не забыты здесь и товарно-денежные отношения. Главный герой может продавать найденные предметы и покупать на вырученные деньги новые. Системные требования к игре следующие. Процессы, работающие на частоте 2 ГГц. 1 ГБ оперативный и 256 МБ видеопамяти. На жестком диске игра Тарас Бульба займет 2 ГБ. Геймплей построен на выполнении заданий, которые игрок получает от игровых персонажей. Все поручения сводятся к тому, чтобы найти на карте условленное место, порубать там поляков и переговорить со следующим персонажем. Тарас передвигается по карте не только пешком. У него в распоряжении имеется резвый казахский скакун. При этом атаковать врага можно не слезая с коня, что, конечно, привносит некоторое разнообразие, но, несмотря на это, игровой процесс наскучивает уже через полчаса. Двойка за геймплей. Внешне Тарас Бульба смахивает на игру пятилетней давности. Общее графическое уныние скрашивает только межмиссионные ролики с кинофильмом. Локации сотканы из одинаковых элементов, и одна часть карты ничем не отличается от другой. Больше одного балла за графику игра Тарас Бульба просто не заслуживает. Со звуком все обстоит несколько лучше. Персонажи неплохо озвучены, а острая шашка Тараса смачно рассекает воздух и рубит головы поляков. Четверка за звук. Здоровенький былы, батьков! Радостно после долгой разлуки домой воротиться! Ты славно бьешься, батька! В итоге мы имеем очень слабую игру, в которую будет скучно играть даже самым нескушенным геймерам. Несмотря на некоторые ролевые элементы, до РПГ Тарас Бульба все же не дотягивает. Больше двойки проект не заслуживает. Несмотря на все это, в игру люди играют. Тянутся к знаниям. Правильно. Главное тут ничего не перепутать. А то потом окажется, что Гоголь, автор компьютерной игры Тарас Бульба, а братья Стругацкие сняли на пару двухсерийный блокбастер. Но сейчас о другом. Вопросов по игре пришло много, поэтому не будем терять время. Смотрите и запоминайте. Вопрос. Кошевой дал Тарасу задание достать в деревне для солдат провизии, а там полно поляков, и провизии никакой не видно. Что делать? Отвечаем. Для начала наберите немного очков опыта. В этом вам поможет различная живность. Куры, цыплята и даже кошки с собаками. За каждое такое безобидное существо вы получите одно очко опыта. Прокачавшись на домашних питомцах, можно и с поляками сразиться. Провизия, которую вас попросили достать, находится в серых ящиках. Их можно найти во дворах крестьянских домов. Вопрос. Тарас с сыновьями приехали в Сечь, и Кердяга попросил его показать всем, как ловко он управляется саблей, как за отведенное время порубить все мишени. Отвечаем. Чтобы не опозориться, вам нужно как можно быстрее сбить все чучела. Это можно сделать за один проход, если вовремя замахиваться. Вся сложность в том, что удар происходит с запозданием в 2-3 секунды. Поэтому, как только вы сразили первую мишень, нужно сразу начинать замахиваться на вторую, тем более, что лошадь скачет очень быстро. Вопрос. Мне надо снарядиться на вид Араса. С кузнецом я поговорил, а где искать конюха? Отвечаем. Чтобы заполучить лошадь, придется бежать далеко за пределы деревни. Нужно выйти на главную дорогу, которая ведет на север, и идти по ней до конца, пока не увидите конюха. Зато обратно можно будет домчаться с ветерком. Смотрите далее. Зена Клэш. Недорогой, независимый и очень смелый проект. Его можно охарактеризовать как юмористический панк-шутер с серьезной ставкой на контактный бой. Сердце вечности. Задуманное несколько лет назад как грандиозный РПГ, эта разработка к релизу скукожилась до уровня третьесортной восточно-европейской ролевой игры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите далее. Сердце вечности. Задуманное несколько лет назад как грандиозный РПГ, эта разработка к релизу скукожилась до уровня третьесортной восточно-европейской ролевой игры. Зена Клэш. Недорогой, независимый и очень смелый проект. Его можно охарактеризовать как юмористический панк-шутер с серьезной ставкой на контактный бой. ЗАСТАВКА Эта игра наделена всеми признаками синдрома. Объединим готику с Морровиндом, и всем будет счастье! Здесь есть огромный мир, свобода передвижения по нему, несколько фракций, на которые можно работать, и полно местных жителей с поручениями за пазухой. С сердцем вечности произошла понятная и до боли знакомая история. Ее разработчики 5-6 лет назад проводили бесчисленные часы The Elder Scrolls 3 Morrowind и Готики. Там они самым искренним восхищением проматывали виртуальное состояние, делали карьеру, любовались закатом. А вернувшись в реальность, мечтали сделать такую же игру, только, конечно, еще лучше. Они придумывали сказочные миры, населяли их удивительными созданиями, звали нас на экскурсию и убеждали, вот здесь у нас будет как в Морровинде, только в 5 раз больше, а вот там мы хотим сделать такое! Многие игры мечты так и не попадали на прилавки, а те, что попадали, были бесконечно далеки от задекларированных возможностей. Рекомендуемые системные требования. Двуядерный процессор с частотой 3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 512 МБ видеопамяти, а также 5 ГБ на жестком диске. Проблема этой игры в том, что практически все, что есть во вселенной, не более чем картонные декорации. Вместо жизни этот мир наполнили толпами монстров, как консервную банку кильками. Впрочем, если не рассматривать сердце вечности в контексте игры мечты и чуть снизить планку, то окажется, что все не так уж плохо. Наша оценка геймплея 3 балла. Внешне игра вас не удивит, разве что в самом начале может понравиться летающая по вполне реалистичному лесу камера. Все остальное время вы будете наталкиваться на кучу багов, любоваться простыми и не самыми замысловатыми игровыми объектами, будь то монстры и местные жители, или всевозможные спецэффекты. Кстати, вещи выглядят слишком простецки. Наша оценка внешних данных игры также 3 балла. При оценке звука игры отдельно хочется отметить тот факт, что озвучены все диалоги и достаточно хорошо. Наша оценка звукового сопровождения 4 балла, а вам предлагаем прослушать небольшой фрагмент из игры. Задуманная несколько лет назад как грандиозная РПГ, сердце вечности к релизу скукошилась до уровня третьесортной восточно-европейской ролевой игры. Если вы не хотите разочароваться в лучших своих чувствах, лучше не приступайте к игре. С другой стороны, кое-что интересное почерпнуть можно. Наша общая оценка данной разработки 3 балла. С одной стороны, хочется порадоваться за разработчиков. Они сумели довести до конца начатое дело, а это, кстати, их дебютный проект, и выпустили не самую ужасную ролевую игру на свете. Больше того, сердце вечности достойно выглядит на фоне западных проектов вроде Dungeon Lords и Two Worlds. Но разве о таком соседстве мечтали авторы, да и мы вместе с ними? Увы, нет. Первый вопрос. С какой скоростью происходит респаун монстров? Я перебил несколько волков около поселения и далеко не уходил. На следующий день они снова там появились. Это значит, что они возрождаются раз в сутки? Отвечаем. Нам показалось, что происходит это даже чаще. Примерно через несколько минут, в зависимости от того, как вы далеко отошли. Следующий вопрос. Как в начале игры заработать деньги? За квест награду не дают. Все зелья давно кончились, купить не на что. А из кабанов упадают одни противоядия. Отвечаем. В этой игре практически нет возможности зарабатывать деньги в начале. Мы первые несколько уровней вообще еле концы с концами сводили. Весь заработок только на ремонт. Все шмотки с разбойников. А самая эффективная тактика – бей и убегай. Кстати, когда сможете использовать молнию, решатся все ваши проблемы. Следующий вопрос. Я покинул город эльфов. Где у них телепорт в деревне или замок? Хоть куда-нибудь? Отвечаем. Телепорт находится в поваленном дереве, возле деревни Шии. Рядом с этим телепортом находится гном, прямо в дереве. И напоследок один совет. Если вам кажется, что количество слотов в размере 6 штук недостаточно, просто переключите эти группы слота в комбинации клавиш Alt плюс цифры от единицы до пяти. Зеноклэш. Недорогой и независимый Source Shooter. Это юмористический панк-шутер с серьезной ставкой на контактный бой. То есть тут придется не столько стрелять, сколько бить подручными средствами промеж глаз. Действие этого вычурного проекта происходит в неком мире под названием Зенозоик. Здесь не существуют культуры, грамотности и других каких-либо признаков продвинутой цивилизации. Многие даже не знают, что творится за пределами района, в котором они обитают. Власть в этом мире принадлежит бандам. Естественно, самая могущественная из них правит в центральном городе Хальстуд. Крестный отец местной криминальной семьи – существо с говорящим именем – папу-мама. Его имя в прямом смысле отображает его сущность. Он является и папой, и мамой всех существ, обитаемых в округе. Братья и сестры, порожденные папой-мамой, беспрекословно подчиняются прародителю. И вместе они держат Хальстуд под контролем. Наш главный герой по имени Гет также является творением этой универсальной особи. В отличие от своих собратьев, он был очень любознательным, непокорным и дерзким ребенком. Наперекор своему родителю, он отправляется в лес за пределы своих родных земель, где присоединяется к некому племени, называющими себя свободной от реальности. Гетто привлекает идеи этого племени, и он остается жить в лесу. Естественно, папа-мама в ярости и хочет вернуть свое детище обратно. Вот такая вот нестандартная завязка проекта Xenoclash от независимых разработчиков A-Steam. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 2,4 ГГц, 1 ГБ итеративный и 128 МБ видеопамяти. На жестком диске Xenoclash займет 3 ГБ. Общая структура геймплея Xenoclash взята у современных линейных шутеров. Сюжет преподносится через скриптовые сцены, диалоги и разнообразные ролики. Уровни в основном замкнутые, заточенные под яростный ближний бой. Но также имеются и этапы, где придется взяться за огнестрельное оружие. Его выгоднее всего использовать на больших дистанциях против монстров, поскольку они не в состоянии выбивать предметы из рук героя. А враги поумнее запросто сделают это. Четверка за геймплей. Мир Xenoclash это самый настоящий полет мыслей. Кругом гигантские грибы, непонятные постройки, различные неопознанные животные. Разработчикам явно не занимать фантазии. Они перемешали здесь некую футуристическую вселенную с первобытными, реальными временами. Единственное, что оставляет желать лучшего, это качество исполнения всех задуманных идей. Четверка за внешний вид. Звук в игре может похвастаться забойной музыкой с тяжелыми гитарными риффами. Звуки монстров окружающей среды, различных ударов и комбо-атак, к сожалению, ничем особенным не отличаются. Но здесь стоит отметить наличие озвученных диалогов, которых в игре очень много. «Тройка за музыкальное сопровождение». Зеноклэш Зеноклэш Разработчики от души посмеялись над пафосной серьезностью жанра. Персонажи, с которыми игроку предстоит встретиться и сразиться, прорисованы с большим чувством юмора. И вообще игрушка получилась довольно-таки яркой и забавной. А теперь пришло время наших ответов на ваши вопросы по прохождению игры. Зеноклэш Вопрос. Помогите. Я дошел до первого босса и не знаю, что с ним делать. Он настолько огромный, что у гетто просто не хватает сил. Помогите. Отвечаем. Когда босс ломает клетку и врывается к вам, нужно быстро атаковать его самым сильным ударом. От этого удара он уронит деревянный меч. Подбираем его и мощим супостата. Следующий вопрос. Я дошел до того момента, когда на меня нападает охотник с ружьем. Он сидит на огромном существе. Я не знаю, как его убить. Помогите. Отвечаем. На этой поляне, где происходит схватка, вам необходимо найти ружьем. Берем его, а дальше дело техники. Следующий вопрос. Помогите. На болоте на меня нападают кучи динозавров. Они окружают меня, и я умираю. Что делать? Отвечаем. Перед боем вам необходимо найти арбалет. И пока эти динозавры находятся вдалеке от вас, нужно как можно больше положить их. В дальнейшем вам будет проще. На сегодня, думаю, хватит. Всю следующую неделю буду разбирать ваши письма и выуживать оттуда самые интересные вопросы. Меня зовут профессор Пуданс. Это был Фак. Кстати, на веб-сайте телеканала Муз-ТВ появился мой личный блог. Заходите и задавайте вопросы. Будем общаться. Ваб.муздефиз.тв.ру Я всегда в твоем мобильном. И присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.муздефиз.тв.ру Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!